так сегодня мы будем смотреть короче новый cinematic по четвертому сезону warzone вот на summer game fest нам показывали трейлер трейлер 4 сезона одноминутный который не вызвал у меня на самом деле вообще практически никаких эмоций потому что его монтировал как будто монтажер с эпилепсией он какой-то рваный сумбурный там ничего не понятно ну понятно что можно его там по паузите посмотреть что там нового добавили но он какой-то вообще не впечатляющий здесь хотя бы вот две с половиной минуты почти cinematic и может быть хотя бы будет понятно что вообще происходит и как-то повеселее что ли будет хотя бы так что все давайте смотреть я еще сам не смотрел поэтому все будем шоссмейхпитерас ну вот что у артон и у китров и у нас так Да. Я знал, что ты был умный. Мой друг, вы сделали... ...предикамент, очевидно? Да. У меня есть проблемы. Вы решили это. Вы не уйдете как ваши коллеги. Кроме того, космонавтируется. Я требую оборудоваться. Вы будете оборудовать их? Да. Гражданство будет происходить на координации. Вы имеете в виду. Это до. Хорошо, так мы. Адлиф! Адлиф! ãy subscribe for more of the videos! What the hell was that? We're supposed to be a unit with Perseus. Standard operating procedure goes out the window son well, did we get the data recorder? но мастер-то строительный entry you don't get the war we're fighting to you stitches capable of anything secure the site так ну вот и это уже выглядит более как бы полноценно и интересное короче в чем смысл вообще то есть нам показали перед еще до выхода трейлера первого нам показали сценку и за но нам есть наверно где-то на сайте у activision но она в сам в самой колде в варзоне когда вы заходите там вам показывают что шов они там разговаривают со своими приспешниками и он говорит что типа все адлер сбежал но он там нам типа не нужен я щас позвоню своему другу из африки и все короче будет нормально вот это я на самом деле думал что он разговаривает про ногу но нога не из африки он же откуда-то там из из южноамериканских стран да по моему вот этот его друг короче из африки как его зовут я пока не знаю но прикол в том что он на самом деле выглядит намного и по поведению и по голосу он выглядит более крутым злодеем чем сам шов не знаю почему но он такой типа ну тоже очень суровый парень вот на нога в принципе прикольный чел он такой на стиле ассасин почти то вот это прям даст достойная замена шву короче в чем прикол они хотят точнее не они хотят а он позвонил своему другу этому тот вломился в южноафриканский центр космический который до южноафриканский тоже 84 год в южноафриканский центр слежение за спутниками да видимо вот и короче схватили всех заложники это новый пистолет кстати который неизвестно добавит ли в варзон он был в трейлере который вот минутный и там же в трейлере был еще гвоздомет кстати отчего я сильно удивился я не знаю его добавит его добавит варзон гвоздомет наверно добавят возможно этот пистолет добавит возможно этот пистолет будет как киллстрик потому что в трейлере там из него типа шот или вертолет возможно это просто в трейлере так возможно это будет как киллстрик оля лук только теперь будет пистолет вот такой это не прицел есть что это не прицел возможно это какой-то дополнительная короче как подстволка только у пистолета то есть возможно он стреляет просто пулями а здесь как бы маленькая подствольная как бы ракета только надствольная получается возможно он просто шатает возможно это будет толстриг возможно его просто добавят посмотрим в общем он говорит чтобы вот тебе координаты мне кстати интересно посмотреть на координаты поближе то есть до верданск и али альгевия вот здесь координаты верданская и вот это вот еще страны или города может быть вот он говорит что надо сбросить спутник на верданск то есть чтобы я так понимаю чтобы он раскололся как как они это просчитали я не знаю ну ладно в общем один упал на верданск и он будет в самом верданск нас ждет еще небольшое изменение карты точнее дополнение то что спутник упал на верданск то есть один упадет на фармленд один упадет куда-то в каналы посредине города в даунтауне и кстати заметьте то что по трейлеру это все происходит вечером значит ли это то что в варзоне теперь будет вечерняя карта я выглядит на самом деле прикольно ну то есть мне нравится то есть посмотреть как выглядит выглядит красиво ну то есть вроде светло но вроде и сумерки выглядит по-моему красиво я бы поиграл на вечернем верданске но скорее всего это просто для то есть до 1 вот упал куда-то то есть вот это госпиталь есть кто не узнал вот госпиталь вот он там идет и вот и это канава которая идет в даунтауне то есть между госпиталями даунтауну будет лежать один из спутников 2 будет лежать на фармленде вот а второй спутник он находится а до альгерия северном 2 смотри я угадал северная африка вальгерии не знаю альгерия существ и кажется вымышленная страна ну скорее всего как и верданск вот и сюда упал второй спутник будет ли вот это в варзоне скорее всего нет это наверное для просто для cold war здесь кстати можно увидеть это что они у адлера в руках это похоже на скорпион на самом деле вот что это такое ну вообще-то похоже на какой-то новый ствол возможно это lc10 кстати только прикладку и странный но на лc10 это тоже не похоже возможно это новая пушка вот это точно новая пушка это очень похоже на на что нога 3 это похоже это похоже на g3 возможно это тоже новая пушка для варзона из то есть в колдворе и варзоне одновременно то есть у нас уже насчитывается новый пистолет гвоздомет возможно вот это вот это вот g3 и вот у адлера тоже какой-то не понять наружи то есть возможно четыре новых пушки любом случае скоро должен выйти road map где покажут что нового что какие оперативники новые какие новые пушки какие изменения и вот это все чтобы нам нигде не искать информацию просто посмотрим на road map и что там выйдет это видимо новый персонаж я не сильно разбираюсь в персонажах потому что у меня многих нету в варзоне но вот это похоже на нового челика скорее всего это новый челик выглядит кстати прикольно а да 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 для него в трейлере был скин точно да вот трейлер который минутный вот это скорее всего этот челик новый и на него вот этот скин выглядит довольно прикольно то есть в варафатке точнее это не рафатка просто замотанный такой есть пустынный скин я такой кстати купил есть там еще будут трассирующие какие-нибудь пушки вот то я по такой купил и пистолет гвоздомет который непонятно кстати пистолет это или не пистолет вот вам гвоздомет то есть видно что это просто какой-то импровизированный я не знаю ну наверное это все таки пистолет хотя патронов здесь очень много как патронов здесь гвозди если сами видите то что этот гвоздомет вот в общем такие вот трейлеры я не выкладывал реакцию на вот этот трейлер потому что он реально длится одну минуту я на него посмотрел и типа вообще ноль эмоций здесь же в новом синематике как бы более понятно хотя на самом деле все то же самое но более полноценно что ли пишите в комментах какие вы ждете изменения будете ли вы играть в сезон 4 вот понравилось вам или нет обязательно подписывайтесь и приходите по ссылке в описании на мой твич будем играть своим warzone иногда в апекс будем ждать battlefield новый сегодня по battlefield будет в 20 часов презентации геймплея поэтому тоже приходите я буду стримить презентацию microsoft бефезды на ней будет геймплей battlefield а потом еще будет новый ролик по battlefield вот так что везде подписывайтесь все ссылочки в описании и увидимся в следующих роликах всем пока